друзья всем привет прага 23 февраля вот так вот выглядит наша зима и сегодня в этом ролике мы поговорим о заработке о подработках в европе когда ты только-только переехал и нужно получать какие-то денежки для того чтобы жить работа у нас будет на неполный график потому что я занимаюсь консультациями по вопросам переезда в чехию и словакию и чаще всего мои ребята это студенты это которые ребята хотят поступить бакалавриат магистратуру поэтому у них основная задача это первое выучить язык потом дальше ходить в университет учиться но по поводу подработки как подрабатывать в европе праге вратиславе в других городах не зная языка с чего начать и вообще на что стоит обратить внимание я поделюсь своим опытом потому что я здесь живу уже более 8 лет и много много вариантов перепробно добро пожаловать на старого городскую площадь праве центральная площадь старого города и первое на что стоит обратить внимание если вы собираетесь другую страну переезжать через языковые курсы с дальнейшим поступлением в университет и собираетесь искать подработку конечно это город идеальный вариант это столица в европе города в принципе небольшие и столица вам предоставляет большое количество возможностей для того чтобы вы нашли именно подработку это не всегда легко но у вас больше возможностей переезжая же в небольшой городок а многие говорят небольшой город он дешевле и там легче выучить язык он вроде бы и дешевле но так как сложности с поиском работы а если необходима подработка сложности возникают очень быстро и в итоге столица выглядит всегда более выигрышно поэтому первое это конечно же город который вы перейдете основные моменты по поводу подработки нужно понимать что некоторые столицы некоторых стран это очень туристические места и про туризм я уже снимал отдельный ролик находится здесь вы можете перейти там у нас получалось зарабатывать от 100 евро в день действительно были были интересные времена но и что делать если вы переехали в город который не туристический нужно сфокусироваться на аудиторию местных жителей локолов которые живут в этом городе и изучить какие-то их проблемы и потребности я разговариваю сейчас с вами на русском языке 250 миллионов человек в мире знает русский язык и общается на русском языке и поэтому в каждой стране в каждом городе больших городах достаточно много людей с которым вы можете найти общий язык потому что они далее нам надо придумать с вами активность которая будет интересна этим людям люди которые живут за границах это большой тренд они становятся чаще всего одинокими и многие пытаются найти какие-то интересные группы которые что-то делают в общем группы по интересам и первое на что стоит обратить внимание насколько вы любите физические упражнения насколько вы любите спорт спорт это такое обобщающее слово поэтому это и танцы и йога и пробежки и какие это активности на велосипедах на банках не важно на чем в общем любые физические упражнения дело в том что взрослые люди которые здесь живут они против заняться бегом они не против иногда покататься на велосипеде и если вы спланируете красивый маршрут например на велосипеде обратите внимание на какие-то красивые интересные места где можно сделать замечательные фотографии какую-то историю рассказать и соединить такого локального гида без лицензии но такого локального человека который знает интересные истории об этом месте и велосипедную прогулку то это отличный способ отличное развлечение для того чтобы собрать первую группу а как можно собрать первых клиентов это вы просто находите в группу вконтакте каких-то блогеров в инстаграме и рассказывайте что вот я такой-то мне интересно покататься на велосипедах и те кто хочет здорово провести время на выходных пожалуйста подключайтесь такой-то маршрут получим такие-то фотографии и узнаем такую-то историю я уверен что первые отклики у вас найдутся уже очень очень быстро по крайней мере мы так делали живя в праге и мы ездили возили людей на велосипедах на обычных арендованных велосипедах которые стоят на улице которые они же сами оплачивали до зоопарка была прекрасная дорога она сейчас есть через набережную и все просто делали некоторые фотки что-то рассказывали людям и люди с удовольствием с нами катались и даже финансово нас поддерживали еще один замечательный пример прага исторический центр города много легенд много мифов очень популярна тематикой мистики в этом городе один молодой человек взял одел костюм смерти и дал рекламу я буду проводить вам мистическую прагу мы погуляем вечером по узким страшным улицам и я расскажу вам про голема про привидений вы про все такое эта экскурсия появилась она называется мистическая прага она работает до сих пор в стоимость ее 25 евро с человека об этом человеке рассказала и передача орел и решка и начали писать газеты рассказывать даже на телевидении на ю тубе были ролики и человек в дальнейшем открыл агентство поэтому смысл в том занимаетесь ли вы пробежками занимаетесь ли вы там утренней зарядкой занимаетесь вы каким-нибудь туристическим спортом главное найти причину почему пойдут люди чтобы им было интересно чтобы это было развлекательно чтобы они могли вечер после работы или например свой выходной потратить свое удовольствие остаться с какими-то красивыми фотографиями и впечатлениями то есть если подойти к этому делу креативно то у вас вообще все будет хорошо но не в первый месяц первый месяц второй месяц третий месяц вы нарабатываете людей которые к вам будут лояльны которые вас будут рассказывать поэтому никогда не надейтесь что миллион долларов из работы в первый месяц просто начните работать все у вас будет получаться и все будет хорошо сфокусируемся на креативном подходе как я уже сказал бег пробежки зарядкой все остальное любая физическая активность креативным подходом становится намного интереснее или например вы совсем не любите спорт но вам нравятся настольные игры большое количество предложений я вижу в группах что люди собираются играть профессионально в мафию с профессиональным ведущим в dnd dark and dungeons далее кэшфлоу игра которая открывает вам как правильно распоряжаться ими деньгами есть еще какая-то игра которая там чакра вам открывает название напишу не помню сейчас лу-лу-ли-лу это не имеет значения поиграть в эти игры стоит денег то есть у них есть свой в реально входной билет они делают из игры шоу это великолепно это отличный способ провести время и это хороший доход дополнительный для того чтобы ты совмещал свое любимое дело и получал за это какой какой-то вознаграждение которое поможет тебе с комфортом жить в той стране в которой ты переехал хочу напомнить что этот ролик нет о том как заработать миллион евро за одну неделю ничего не делая а о возможностях которые существуют когда ты переезжаешь в другую страну да и в принципе и в той стране в которой ты находишься которые без знаний языка например в чужой стране вам помогут найти какой-то дополнительный ход то есть о направлении о какой о каких-то первых шагах поиске целевой аудитории об обращении в группы к инстаграмным ребятам и еще да по поводу комментарии если у вас есть что сказать действительно по делу поделиться каким-то опытом напишите свой комментарий это будет интересно послушать на такую тему тем людям которые просто заходят посмотреть что-то изучить а вот замечательный пример ребят которые скорее всего работают барменами они прям на улице тренируются и крутят бутылки о необычных интересных каких-то вакансиях активностях которые мы сами можем создать поговорили и вот вы только что видели пример с барменами бармен и официант это та работа которая всегда валидно и и всегда можно использовать но здесь все-таки нужен уровень языка чуть-чуть посильнее потому что вам приходится общаться с клиентами и как правило это еще помимо языка местной страны в которой вы находитесь там словацкого чешского нужно знать еще английский язык если же у вас местного языка там словацкого чешского условно испанского где вы находитесь не знаю нету то если есть небольшое знание английского там уровень b1 то бармен официантом можно работать но это жесткие смены у них тяжелый труд эти ребята я не знаю как они выживают я свое время у меня был такой опыт по 12 часов день смена по 8 часов день смена она у тебя выжимает все силы и если ты собирался учиться это будет очень тяжело совмещать поэтому возможность есть заработок неплохой чаевые отличные но тут есть некоторые нюансы обратите на них внимание двигаемся дальше и переходим к красоте ногти и вот это вот все косметическо-женское оно прекрасно подходит в любой стране и я даже больше скажу в чехии этого не хватает я не говорю что устроиться легко на работу и найти первых клиентов также будет легко в этом деле но девчонки которые занимаются ногтями бровями и всем остальным принципе они находят свою нишу и находят своих клиентов поэтому если вы это умеете делать как вариант вы можете не обязательно открывать сразу же салон можно и пойти в салон поработать но первую базу первых клиентов вы можете уже собирать опять же используя социальные сети ну и другой вариант например как сделал мой друг илюша тебе привет он стал барбером но это уже более такой серьезный подход это не подработка это уже нормальная работа но когда ты барбер ты можешь работать в любой стране ну и к тому же если ты не знаешь языка и у тебя есть навыки такие то у тебя может все получиться тебе достаточно сконтактировать с теми барбершопами в которых которые открывают ребята которые говорят на твоем языке таких много и вообще в принципе сфера красоты например в чехии и словакии развита не очень хорошо достаточно мало есть куда расти и есть что вообще показывать поэтому если вам интересна эта сфера обратите на нее внимание уверен при должном старании у вас все получится здесь итак начнем подводить итоги я поделился своим опытом своими наблюдениями да больше всего я работал в туризме но также варианты неочевидные такие как настольные игры я видел своими глазами и люди за это платят и тоже в этом участвовал далее выгул собак неочевидная вещь но если вы переезжаете как мы говорили в начале ролика в столицу где больше возможностей этот вариант становится вполне реальным если например вы можете посидеть с детьми окей хорошо также один из неочевидных вариантов который хорошо для первой подработки в другой стране ну и что касается спорта да то есть если вы занимаетесь спортом либо вы любите какие-нибудь прогулки либо вы тренер по плаванию либо еще что-то пожалуйста за обращаетесь в социальные сети ищите людей которые открывают подобные организации заводите контакты предлагайте свои услуги интересный вариант который мною проверим большим количеством людей проверен это прогулка по городу рассказывайте интересную историю посещаете красивые места и плюсом делайте классные инстаграмные фотки недвижимость также подходит но опять же здесь знание языка рекомендую хотя бы английский до b1 уровня довести ну татуировки вообще нишевая вещь но если вы художник в душе и хотите этим заниматься и заниматься оффлайн они онлайн рисунками то пожалуйста как вариант вам тоже подойдет вот такие вот оффлайн активности я разобрал в этом ролике если у вас есть опыт в других пожалуйста напишите об этом в комментарии вообще прошлый ролик посмотрел несколько тысяч человек и девяносто шесть из них процентов не подписаны ребята и поэтому пожалуйста подпишитесь вот так меня поддержите но и поделитесь своим опытом если вы переезжали если вы о чем-то думали если вы что-то пробовали если ваши друзья чем-то занимается интересным где не нужно знание языка и человек делал неплохие деньги на этом которые помогали ему жить поделитесь об этом в комментариях мне будет приятно следующий ролик будет про онлайн работаю это для тех кто вообще не хочет связываться с людьми не хочет ничего кроме того как встать открыть свой ноутбук и сделать какую-то работу работу я пользуюсь не джорни я пользуюсь чат gpt на своей работе я с удовольствием расскажу как можно зарабатывать и как люди которые переезжают зарабатывают просто онлайн и я вам скажу что это прям классно ну а на сегодня все спасибо всем за просмотр и до встречи в следующем видео а